Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Сегодня по нам Путин совершил вот эту вот гигантскую атаку, как он считает, да? Ну у него же утлые мозги, он предсказуем, старый дедушка, глупый старый дедушка, да. Я ничего не имею против стариков, просто, ну, ваш дурак. Вы поняли меня, да? Вот, ваш глупый старый пляшивый дедушка, значит, плюнул по Украине огромным количеством, как он считает, ну вообще такая атака, что про рост, я сейчас все снесу. Я таки представляю себе Путина, сидящего на чемоданчике и командующего, значит, запуском ракет. Да, значит, говорят, что было чуть ли не сотня этих самых, господи, прости, этих иранских шахедов. Они же сами не сдябные даже эти шахеды делают, ну, это иранцы им все это подкидывают, значит, они занимаются отверточной сборкой, вы прекрасно понимаете. До сотни шахедов, количество ракет пока неизвестно, но я так понимаю, что это одна будет из рекордных атак по количеству, вообще-то, того, что по нам летело. Значит, запустили очень много ракет Х-101 были, бомбардировщики Ту-95, недобитые еще в воздухе. Вот, также были недобитые Ту-22 в воздухе, соответственно, плевались ракетами Х-22. С моря запускались калибры, короче, чего только не было. Ну, что за шахеды я уже говорил, то есть, а, баллистика была, какая только хочешь. Были вот эти вот корейские ракеты КН-23 по Киеву. Все позбивали, сразу скажу. Дальше, что там было еще? По-моему, кинжалы запускали с самолетов, да, вот это, да, были точно кинжалы. То есть, я не знаю, вот эта вся номенклатура, то, что у ПУЛА есть, это все запустили. Практически с нулевым результатом. Ну, ну как, ну кое-где куда-то, да, куда они стреляли. Объекты энергетики, энергетика, энергетика, энергетика. По военным не стреляют, чисто им нужна была гражданская энергетика, чтобы, как говорится, для чего это нужно? С тем, чтобы оставить Украину без света. И, как следствие, в воспаленном мозгу Путина такая картина возникает, что украинцы, возмущенные отсутствием света, воды и так далее, рванут к Зеленскому требовать переговоров. То есть, ПУЛУ нужны переговоры, потому что, потому что капец, все. Вот, и вот эта вся атака была как раз вызвана этим. Совсем не Курская, это народная республика. Путину плевать на Курскую область, на жителей Курской области, как и на всех остальных. Вот, значит, вот это ему нужно было, переговоры ему нужны. Это же еще один, вы же понимаете, это такая попытка была вывести Украину из равновесия, каким-то образом заставить идти на переговоры с фашистским путинским режимом. Вот, собственно, и все. Разгон на рубль, удар на копейку. Сразу вам скажу, да, были попадания по некоторым объектам энергетики. А так, большую часть позбивали, это 100%. Я вам могу сказать только свои личные впечатления из того, что я слышал. Значит, массу слышал выходов. То есть, когда ПВО выходило, я в своем районе, окна были открыты, поэтому я очень хорошо слышал. Ни одного прилета я не слышал, но я их очень хорошо различаю. Вот, то есть, я могу сказать, что в Киеве я прилетов не слышал. Может, где-то гупнулась ракета какая-то сбитая. Тут я спорить не буду, я не могу сказать просто потому, что, еще раз говорю, я могу только на уши ориентироваться, больше ни на что. Вот, прилетов не слышал пока же. Может, Зашуку, то есть, то что слышал, то говорю. Наши молодцы, красавчики в том плане, что люди оказались дисциплинированными. Кто там рядом с метро, все в метро. Молодцы, красавчики просидели всю эту тревогу. Я, кстати, не знаю, был отбой, не было. Началась тревога где-то... Я проснулся, было, может, 5 с чем-то, около 6 утра, что-то такое. Вот, и до сих пор. Значит, сначала полетели шахеды, потом начались эти Ту-95, начали запускать вот эти Х-101, потом Ту-22 в воздухе, потом эти... Полетела баллистика, вот эта корейская, недоделочная. Вот, ее всю сразу позбивали. Ну, и потом под конец вот эти хинжалы, шминжалы, вот эта вот циалабуда полетела. Вот, и калибры между ними там тоже летели, их тоже позбивали сразу же. Собственно, а, был очень красивый кадр, мы даже на телеге вывесили, как в Закарпатье. В Закарпатье, куда эта мразь залетела, значит, рашистская ракета, Х-101 летела, ее с пулемета, с браунинга сняли. Я такой первый раз в жизни вижу, чтоб с пулемета ракету... Да, не видел, не видел. То есть, с ПЗРК много раз видел, а вот чтоб с пулемета сняли ракету, это вот лично я, по-моему, первый раз вижу. Вот, короче, красиво, там еще такой джип с надписью Санек. И этот Санек только лось ракета, только шпяк и лежит, да. Теперь по ситуации. Кое-где пропал свет, ну, это, я думаю, 2-3 часа все восстановят. Там не такие, скажем так, повреждения есть, они не критические. Наши красавчики сработали моментально, моментально начали в Киеве, по крайней мере, открывать пункты незлавности с тем, чтобы, если кому-то надо там что-то по энергетике, а у вас света нету, значит, моментально это отработали. Сейчас все это дело восстанавливается, то, что там расисты. В области, может, были прилеты, соответственно, как говорится, по линиям электропередач. В Киеве, в нескольких районах, вроде как пропал свет. У нас свет есть, я не могу вам сказать, что по другим районам. Говорят, что кое-где света нету. В Житомире более сложная ситуация, там попали по объекту энергетики, нету света, соответственно, пропало водоснабжение. Но тоже сейчас, уже прямо сейчас над этим работают, так что я думаю, что сегодня в течение дня это все будет восстановлено, свет будет у всех, вода будет у всех, короче говоря, все будет работать, вот так же, как у нас здесь, где я нахожусь. Так что, еще раз говорю, у Путина получился разгон на рубль, удар на копейку. Но, в принципе, для ватопитеков пойдет, потому что они сейчас понесут вот эту лабуду, да мы там по Украине на 10 лет такой удар, они от него не оправятся, вообще капец будет. Вот, ну, в принципе, да, для скрипозавров это все, лабуда по ушам это все пойдет, вот, им такое заходит, да, вот это все. Ну, а что могу сказать, ну, выкинули вы очередной миллиард долларов, не фублей, долларов, да, на этот, на этот налет, и шо, и ничего вообще. Вот, то есть, ну, вам не привыкать, как говорится, миллиардами швыряться, да, сами ходили без штанов, и внукам своим сделайте так же, что и они без штанов ходить будут, потому что у Путина, у вашего полюции, прям с чемоданчика, господи, прости.